Девушка-ветеринар по имени Лола работала в международной организации защиты животных. Ее жизнь всегда была тесно связана с природой и заботой о животных. В 2016 году Лола спасла дикую лошадь, которая была отвергнута стадом других лошадей. Сердце Лолы жалось при виде истощенного и раненого животного, и она решила вмешаться. Лошадь была сильно ранена и покрыта шрамами. Лола, не раздумывая, принялась за ее лечение. Она проводила медицинские процедуры, перевязывала раны и постепенно восстанавливала здоровье животного. В течение нескольких долгих месяцев Лола посвящала себя работе с лошадью и дала ей имя Закат. Она выбрала это имя, потому что именно на Закате, Солнце, она спасла эту лошадь. Спустя несколько лет, когда Закат полностью выздоровел, Лола приняла решение передать его новому владельцу. Они старались найти достойного человека, который по-настоящему оценил бы красоту и потенциал этой особенной лошади. Наконец, мужчина по имени Дэвид оказался идеальным кандидатом. Он был впечатлен не только внешностью Заката, но и ее благородством и умом. Лола была уверена, что она сделала правильный выбор. Годы прошли, и однажды, когда Лола решила научиться верховой езде, она отправилась на ипподром, чтобы набраться опыта. Когда она прибыла на место, ее глаза наполнились невероятным изумлением. Там, на просторе ипподрома, стояла Закат, та самая лошадь, которую Лола спасла пять лет назад. Она узнала свою подопечную мгновенно. Закат, словно чувствуя знакомое присутствие, выбежала из загона и сделала несколько энергичных прыжков, прежде чем не смело приблизиться к Лолю. Сияние радости в глазах лошади говорила само за себя. Лола обняла Закат и почувствовала, что такое доверие и особая связь могут возникнуть только между человеком и животным, спасенным от боли и одиночества. Это был момент такой невероятной связи и счастья, которого Лола никогда не забудет. Они провели несколько часов на ипподроме, где Лола с нетерпением наблюдала, как Закат свободно и элегантно прыгает через препятствия. В этот момент Лола осознала, что верховая езда – это ее новая страсть. Она чувствовала, что хочет проводить с Закатом больше времени и развивать их способности вместе. Спустя некоторое время после этой встречи Лола сделала сложное решение. Она поняла, что Закату лучше всего было бы жить с ней. Лола связалась с мужчиной, который продал ей Закат, и объяснила свою ситуацию. Удивительным образом мужчина согласился вернуть Заката Лоле, убедившись в ее любви и привязанности к этой лошади. Счастье Лолы не знало границ, когда Закат снова вернулся в ее жизнь. Они стали неразлучными друзьями и проводили много времени вместе, тренируясь, уча друг друга и испытывая невероятное чувство доверия. Однажды Лола узнала о турнире по верховой езде, который собирал лучших всадников. Это было испытанием и возможностью показать свой навык и связь с Закатом. Даже не сомневаясь, Лола решила принять участие и начала усердно тренироваться. Дни и недели быстро пролетели, и настал момент соревнования. Лола и Закат выглядели потрясающе на арене, их элегантность и слаженность поражала всех зрителей. Вместе они преодолевали препятствия с легкостью и показывали высочайший класс. Наконец, настало время последнего препятствия, самого сложного, высокого и широкого прыжка. Лола чувствовала себя с уверенностью, зная, что они с Закатом могут справиться с любым вызовом. Они ринулись вперед, и Закат с легкостью преодолел препятствия, вызвав громкие аплодисменты зрителей. Лола прыгнула вниз и обняла Заката, их праздничная победа заполнила воздух. После этой победы Лола и Закат продолжили участвовать в соревнованиях, путешествовать по стране и вдохновлять других своими успехами и историей. Закат стала знаменитостью в мире верховой езды, а Лола стала известной и уважаемой всадницей и ветеринаром. Лола не переставала удивляться, какое невероятное счастье приносило ей Закат. Она поняла, что иногда наши судьбы сводят нас с теми, кто должен быть рядом с нами, и эти моменты могут изменить всю нашу жизнь. И Лола была безмерно благодарна Закату за то, что он показал ей настоящую силу любви, верности и доверия. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.